Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть Civil War 2 от AgeOd. Спешу закончить кампанию Sibley в New Mexico, потому что внезапно Grand Tactician сделал прорыв в качестве игры, и похоже, что в неё скоро уже можно будет играть. И тогда я начну кампанию там, а вести параллельно две кампании затруднительно будет. Да и смотреть, наверное, затруднительно, чтобы не путаться в событиях. Поэтому тут надо закончить, чтобы там начать. Если, кстати, не видел видео про Grand Tactician, где там стало всё нормально, посмотри. Ссылка где-то в описании, наверное, будет, либо в подсказке. Так, что у нас тут? Тут у нас некоторые сложности, потому что сверху мы потеряли Ford Sherman. Так, вот эти парни сейчас идут на захват, видимо. А, захватили Adobe Walls, и сейчас надо бы засунуть их в домик. Так, засунулось или нет? Да, всё, вот теперь засунулось. Спасибо, Нотерн. Скажи, у тебя сложный ник, слушай. Я всё время пытаюсь сказать тебе спасибо, всё время забываю. Как целиком он произносится. В общем, спасибо тебе за комментарии. Без них я бы после первого видео уже эту игру бросил, потому что, конечно, раздражает наглухо управление. Вот, теперь понятно, что они сидят в домике, пускай сидят, восстанавливаются, и потом пойдут атаковать Ford Sherman. Сейчас сразу докинем сюда людишек. Попробуем ещё, да? Можно же вот этих сюда докинуть? Можно. Докинем сюда ещё людишек. Вы в Ford не попали, что ли, людишки? Не пойму. Не попали в Ford. Вот, теперь попали в Ford. Ура, блин! Теперь все сидят, готовятся, соберутся силами. Пойдём опять Ford Sherman отбивать. Тем более, что тут уже крадутся вражины. Так что надо усиливаться. Дальше. Тут мы где-то ловим индейцев внизу. Чуть не вижу своего отряда, который вот тут лазил. Вот он. Нет, это не он. Это гарнизон. Был же кто-то, мне кажется. Я кого-то отправлял вниз. Может, уже путаю. Ладно. Значит, тут у нас кто-то бегает. Захватывает вражеские земли. Здесь захватили. Значит, перемещаемся на следующий участок. Захватывать будем там. Через 6 дней захватим. Хотя у нас тут крадутся индейцы. Нет, тогда не идём туда. Ой, не так, не так, не так, не так. Итак, идём в Ford Summer. На тот случай, если индейцев будут атаковать, чтобы не потерять. Тут и 5 индейцев у нас тоже. Восьмой техасский у нас есть. Восьмой техасский. Что там по силам у него? Не пойму, как это нажимается-то. Ну, это ополченцы. Ополченцы это немного. 450 человек. Против этих индейцев не буду их кидать тогда. Здесь тоже усилю. Ещё одну бригаду вызову. Потом побежим с индейцем биться. Тут у нас... Что? Тут крадётся Кэнби. Который сидел всё время в форте Крейг. Мы его обошли, позахватывали. И вот он вылез. Пойдёт ли он теперь на Валенсию? Или пойдёт он теперь на Ford Stanton? Да, вот в чём вопрос. Ну, на всякий случай запихнём бойцов в Ford. Да, всё, теперь они будут в форте. Хотя я боюсь, что они, конечно, и форт этот не удержит, если что. Ну, да ладно. Так, дальше. Здесь у нас идёт осада. Санта-Фе. Осаждаем Санта-Фе. Санта-Фе это цель миссии. Потому что вон там и звёздочка, и флажок. Всё, что нужно для души. Всё это нам надо брать. Тут у нас захватили партизаны очередную земельку. И можно отправить их. Ну, на Лас-Вегас, конечно, нельзя. Ну, пускай дальше территории просто захватывают. Вон, пойдём в Северную Гладелупу. Захватим её тоже. Потому что иначе их выкосят. Дальше. Нам нужно организовать оборону Альбукерки в Валенсии. Вот это и вот линия, наверное, можно и забить. Но Альбукерки точно нужно удержать. Валенсию можно бросить. Хотя, так, вы стоите в полях, да? Зайдите в город, парни. О, всё, зашли в город. Теперь я наконец-то понял, как в город заходить. Ура! Мне писали несколько раз, что должен быть домик. Я этот домик в упор не видел. Вот теперь всё. Теперь я точно знаю, где он есть. В принципе, 206 в городе против 383. Если они пойдут на Валенсию, вон там ещё какая-то кава идёт союзная. Непонятно, нападёт ли она на Альбукерки. Хватит ли сил отбить Альбукерки. Либо перевезти Бейлора тоже на Валенсию. Хотя Альбукерки удержать важнее. Заходим тогда тоже в Альбукерки, в дом. Всё, зашёл. И так, это у нас ещё одна бригада. Тоже её закидываем. Нет, не закинулась. Всё, вот теперь она закинулась. И объединим её с Бейлором. Всё, объединили. Получили штраф 35%. Но теперь я точно знаю, как сделать дивизию. Опять же, в комментариях прочитал просто. Что, значит, дивизия сама разваливается. Если вовремя не успел туда накинуть юнитов, вы не можете разрешить этому офицеру командовать дивизией. Возможные причины. Не активирован. Прикреплён. Является командиром армии. Нет, не является. Недоступно для вашей нации. Доступно. Не хватает активов. Оплата своего формирования. Пик знает. Не могу объединить. Ладно. Отсоединись тогда. Тут 35% штрафа, вообще жесть какая-то. Так хоть 15. Всё, сидим все в городе. На случай атаки. Вон тех, вот этих. Валенсию тоже оброним пока что. И вот эта кава у нас осаждает Санта-Фе. Пока у нас там идут всякие осады. Срочно вызываем ещё подкреплённость. Есть деньги на это. Поэтому вот возьмём сюда вот кавалерию. Чтобы она проскакала в темпе наверх. И будем смотреть, как тут пойдут дела. Если дела пойдут нормально, то пойдём за Санта-Фе. И потом дальше на север. Погнали. Смотрим, что тут будут северяне сейчас предпринимать. 393 усилился. Этот малый. И кто-то подошёл. Кавалерия подошла к Эльбукерке. Санта-Фе усилилась. Кава усилилась. Индейцы просто объединились. Так, и снова там идёт усиление. Таоса. Ну, никакой атаки не произошло пока что. Хотя не могу сказать, что хорошо. Зря я что-ли укреплял. Так, и вот тут какие-то вылезли. Эти вылезли отбивать свои силы. Третье. Калифорнийское ополчение. Их 15 мощь. Мощь 12. 15. Так, а у нас тут 35. Ну, идём их тогда лупить в штурме. Идём их выбивать. Хотя, конечно, они могут их усилить, а могут и не усилить. Если не усилить, то мы их выбьем. Оставим себе этот участок. Так, тут непонятное количество какое-то индейцев. Но сейчас из Эльпаса отправим. Не готовы ещё. Видите, ещё не готовы. Ещё никто не готов там, к сожалению. Такс. Не знаю, может быть, вот этих попробовать. Но мне кажется, их маловато будет. Отправим их захватывать. Территория северян. Смотрим тут, значит. 44. А у нас 154. Выходим в атаку тогда. Раз они нас осаждают, мы сейчас будем их вот так, по идее, атаковать. То есть, я вышел из домика. Так, и ты тоже выходи атакуй. Вот так я вышел в поле. Они стоят в поле. Я включил штурмовую стратегию. У меня открытый конверт. То есть, они должны получить приказы и должны атаковать. Я вот прямо сейчас уверен, что это должно произойти. Если опять это не произойдёт, нифига. Я не знаю. Так. Здесь идёт осада, но там кто-то отсвечивал какие-то войска. И, кстати, осаду не пытается этот прорвать. Поэтому ладно. Тут собрались силы. Ещё не до конца. Ждём тогда, пока соберутся до конца. Ничего не предпринимаем. Потому что ни там не собрались. О, вот, кстати. Ух ты, блин. Тут мы куча юнитов, оказывается. Гарнизон. Но не только гарнизон. Гарнизон. Ладно. Вот, большая армия набралась у нас. Вот этой армии будем двигаться вперёд. Попробуем сейчас индейцев разобрать. Вон туда он чеши. Разбираем индейцев. У нас тут останется гарнизонная и не готовы ещё войска. Да, всё. Эти здесь пошли на север. Попытаемся сейчас уничтожить вот этот отряд. Если мы его уничтожим, то, я думаю, мы двинемся дальше. Да, к Санта-Фе. Из Валенсии перебросим силы в Альбукерке. Хотя можно попытаться опять построить большую армию мощную с дивизии, без штрафов. И выбить Кенга уже наконец-то. Стартуем ход следующий. Индейцы ворвались. Так. Победили мы индейцев. 154 потеряли. Уничтожили 276. Но в нашу пользу хорошо. Но я вообще-то хотел кого прищучить. Но кого отступила вражеская? Так. Тут чего? Догнали? Догнали. 92 на 189. Вождя Мануэлита мы цапнули. 92 на 189. Хорошо. Так. Смотрим. В Санта-Фе ушел. Коби ушел в Санта-Фе. Усилился там. Ладно, допустим. Так, крадется еще вот кто-то. Знаете, это ушел осаждать Валенсиан. Но у меня есть тут силы. Поэтому я могу их вывести. Выводим из домика, чтобы они напали. Сейчас вот это вот дело зачистить. Если... То можно двигаться всей армией. Соединить ее все-таки в большую мощную армию. И двигаться дальше. Тут продолжай бить вождями. Здесь начался захват. Почему я вижу вот те все земли? Там же нету моих людей. Где туман войны? Все, бригада готова. Третья. Соединяемся. И идем на форт Шерман. Все, идем за фортом Шерман. Здесь они отступили в форт Крейг. Я не знаю, стоит ли атаковать их или нет. В принципе, у них силенок-то было поменьше, чем у моих. Но сейчас они как бы в форте. Так, как сделать так, чтобы не атаковать сразу. Или они сами не в домике. Ладно, пошли в атаку. Попытаемся выбить их совсем отсюда. Тут силы собрались. Да, собрались. Гарнизон. Это не гарнизон. Не гарнизон. Погнал. Погнал, погнал. К Валенсии. Хотя, ладно. Двигаем вот сюда. Для начала. К форту Крейг. Вы через сколько они поетесь? Через пять. Эти через десять. В один ход они соберутся. Ставим им сейчас тоже атакующую стратегию. Чтобы форт этот забрали совсем. И потом вот эти все силы отправим на север. Туда. К Валенсии. Объеднимся. Все-таки сделаем большую армию, я думаю. И потом пойдем на Санта-Феор. Туда, где Кенби. И вот этот вот мало еще здесь идет. Посмотрим, что у нас там в картах. Стратегический атлас не то. Вот в это. Вот в это. Вот какие-нибудь партизан. Баронное сооружение. Можно Альбукерке, кстати, оборонить. На всякий случай. И всех опять. Зашел в домик. Дошел в домик. И вот это тоже. Все тоже зашел. Все этих укрепили. На всякий случай. Если на Альбукерке кто-нибудь двинется. Что еще в картах есть. Призыв. Какая-то разведка. Нужное положение. Чуть не очень. Чуть все это. Регионы развития, конечно. Но мне писали, что не все нужно регионы развивать. Только те, на которых там какой-то уровень выше, чем надо. Ладно, я вот сюда потрачу. На всякий случай. Хотя я особо не понимаю сейчас от этого смысл. Просто сделаю. Ну и опять же, это маленькая компания, которая закончится. Может до того, как это начнут все приносить. Все. Всех подвигали. Приказы раздали. Поехали дальше. Я надеюсь, вот тут сейчас битва произойдет в нашу пользу. Опа. На форт Стентон напали. Поражение. Форт Крейг. Так, под фортом Крейг оказалось дофига очень народу. Хотя была мощь 15. А у наших была мощь 35. В итоге там больше народа, чем у нас. Мы потеряли сотку. Но там форт был как бы. Но я думал, что и вторая армия подойдет туда. Второе подразделение снизу, которое идет объединиться. И будет дофига народу. Не просто 900 человек. Так, с победом. А вот и вторая подошла. Да, вот как раз подошла вторая. Тут уже 2 700 плюс кавалерия. И мы победили, потеряв 246 бойцов. А они не потеряли ничего. Но они, видимо, отступили. Нет. Нет, они не отступили. Нет, вот они отступили, да. Значит, форт Крейг сейчас будет наш. Чисто энергетически. Не стал он нашим. Но, в принципе, план верный оказался. Эти пришли. На пятый день повоевали. Эти пришли. На десятый день повоевали. Выбили. И эти теперь будут между собой. Там гасится. Форт Стентон мы потеряли. Потому что я пошел на форт Крейг. Но, в большом счете, нам этот форт Стентон не упал. Пусть сидят в своем форте и радуются. Вот форт Саймер потеряли еще снова. Пока там бродили. Ну, пойдем выбьем его. Не будем здесь бататься с этой кавалерией. Мы сейчас ее будем ловить. Нет, не будем. А, нет, деньги здесь. Сейчас будем тогда строить новые войска. И ловить ее. Так, раз. Большой шест. Кавалерийский отряд сделаю. Готово. Сейчас они подготовятся. Пойдут выбивать каву. Сверху, как дела? Не дошагали еще? Еще в пути. Ладно, ждем. Здесь. Форт Крейг. Там кто-то остался, что ли? Я не пойму, почему эти бежали, а мы не захватили. Коперхеды. 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 Осада уже там не работает. У меня. Можно. Выйти куда-нибудь. Следующий регион. Ай-яй-яй. Нет, так нельзя. Вот так вот. Вот так вот. Выйдем в следующий регион. 96 индейцев. Надо их выбить, чтобы они тоже не отсвечивали. Давай, Сибири. Гаси индейцев. Тут. Тут 2 700, да? Ну, давай тогда. Не знаю. Так надо навести. Прямо на этот или сами начнут они уже атаковать. Не очень. Не знаю. До сих пор не очень понимаю, как заставить их делать, потому что мне надо. Деньги кончились, люди есть, но больше никого не вызовут. Все, погнали тогда дальше, смотреть, что получится из этого. Держи, я хочу. Я хочу сейчас Форд Крейг захватить. Вот на эту каву я натравлю вот эту каву, два отряда. Это сюда должно уйти. И тут надо разнести индейцев, чтобы они у меня в тылах не отсвечивали. После этого я все вот это смогу уже объединить. Дело. Подтащить в волейболкерке, объединить там и пойти на Санта-Фе. Что из этого сейчас получится? Санта-Фе. Перехватили мою каву. Нет, победа. Не понял. Как в Санта-Фе победа получилась? Санта-Фе сверху я кавалерии обходил вот сюда. Зацепился что ли за них. Они тоже что ли вышли, но они отступили. Нам засчитали победу, хотя как бы сфигали. Так. Валенсия. Потеряли Валенсию. На нашей 5200 напало 8300. 600 на 500 мы разменялись. Так, ну это Кенби пришел, да? Который там сидел сверху. И выбил нас из Валенсии. Так, и перешел он в Форт Крейг. Еще теперь. Сейчас еще Форт Крейг не получится взять. Вест-де-Бака. Это мы индейцев поджали где там. Так, а здесь мы, конечно, облажались. Потому что сюда прибежал Кенби. Много потеряли на этом форте. И здесь. Тоже проиграли, хотя потеряли 60, а разнесли 180. Ребукерки наши в Валенсию потеряли. А где войска, которые были в Валенсии? Куда делись-то? Совсем что ли уничтожено? Форт Крейг. Ну оставь его себе тогда, Форт Крейг. Уходим на Валенсию. И уходим на Валенсию. Хотя ты-то можешь не на Валенсию уходить. Иди туда, снова захватывай этот регион. Индейцы забрали Форт Стентон. Где моя кавалерия? Вот и вот, но она еще не готова, к сожалению. Так, здесь Форт Саммер мы отбили. Ну и находимся в поле, чтобы атаковать вот этих. Вот. Так, саты, иди попробуй атаковать вот этих. Индейцы. Тут. Мои мужики должны были пройти куда-то вон туда. Вместо этого вступили в бой. Так вот сюда. Сюда, потом вот сюда. Нет. Вот сюда вот. И захватите там землю. Тут. Пойму, совсем что ли Бейлор разнесли? Нет, вот он. Нет, не разнесли, он отошел в Альбукерке. Ладно. Ну, раз такое дело, раз ты все равно ушел в Альбукерке, давай тогда еще раз попытаемся собрать большую армию с дивизией. Бейлор, заходи в армию. Бригада, заходи в армию. Такс. Нажимаю Бейлора. И нифига не выходит. Написано Бригада. Можно разделить. Разделил. Так, вот. Дивизия. Раз что не собрались, самое время сделать из них мощную силу. Так, значит, нажимаю дивизия. И в этот же ход надо всех закинуть. Сейчас 35% штрафа. То есть сейчас у меня штрафа быть вообще не должно никакого. два, три, каву и рейнджер. Отставим отдельно. Четыре, пять, шесть, семь. Вот так вот. Да японский бог. А, блин, другую сторону надо сначала выделить. Половину юнитов можно перетаскивать. Половину юнитов нельзя перетаскивать. Отсюда туда можно. Отсюда сюда нельзя. Блин, единообразие вообще не слышали слова. Так, ну вот сейчас, я думаю, они должны объединиться, да, у меня. В один. Я ставил каву, я ставил рейнджер. Объединись. Первая дивизия. Аллилуйя, братья. Удалось собрать дивизию. Так, смотрим. Теперь штрафы. 10%. Ну, 10% это не это самое. Не 35. Так, может еще вот этих? Фиг, так нельзя, да? Сейчас нажму разъединить, сейчас скажет. О, вы только что объединили. Вы только что разъединили. Поэтому второй раз нельзя уже. Давай сюда, обозы. Хотя обозы, наверное, не требуют. Они не требуют командования. Это фигня, все. Блин, уже нельзя, да. Теперь нужно заново всех выбирать. Ладно, пофигу на обозы. Да что опять не так-то? Все, собрал. Каву выделяю в отдельную. Она бегала везде. И армия. Все, без штрафа. Наконец-то удалось собрать армию без штрафа. Такс. Ну и пошли заберем Валенчу тогда. Обратно. А, не, нельзя. Там надо, там. Хотя ладно, пошли. Не, я помню, что там какая-то, типа, неразбериха после реорганизации. Так, оранжеров я отправлю вон туда. Что-то все не туда, все бегут. Рейнджеры. Бегите вон наверх туда. Захватывайте. Да блин. Да почему опять так-то? Почему ты напрямую, ты не можешь уйти? Я же уже выделил тебя. А, ну вот, 442, пересчитал. Ура. Так, еще раз тащим. Все, ура. Все начинает получаться уже. Все шансы. Кого вытащил? Там индейцев дофига еще, правда. Ладно, армия Нью-Мексико. Иди на Валенсию. Все. Все, я жду, сейчас мы заберем Валенсию. Эти сейчас разбегутся по углам. Эти там, эти там. Погнали. Поражение. 1800. Так, они не смогли наши убежать, отступить. А, потому что у них стояла такая же стратегия. Они такую тогда первопопавшегося. Я хотел, чтобы они зашли в регион, начали захватывать. Не так надо было нажимать тогда. Адоб Волк снова потеряли. Потому что пришли индейцы. Ну, сейчас индейцы завалят вот эту кавалерию. Так, ладно, смотрим. Это мои парни, которые шли захватывать Форт Шерман. А какого фига они... Не захватили Форт Шерман и отступили куда-то вообще в другую сторону. Ну, ё-моё. Так, тут захвачены участки. Идём захватывать вон там участок. Вот тут участок. Просто позахватываем всё. На этих индейц пока забьём. Тут где-то кава должна была появиться. Вот она. Отправляйся за индейцами. Атака. Так, тут мне надо выйти всё-таки из боя. Коперхеды. Значит, сначала переедите. Потом у вас будет атакующая стратегия. Так, и ты тоже. Уйди. Просто вот туда уйти. Потом такую стратегию идём. Здесь мы захватили Валенчу. Там никого не осталось. И... И оставайся здесь. Такс. Идём, выбьем всё-таки этого парня. Пока накопили селёнок. Там пошёл захват. Здесь перемещаемся. Посмотрим, что видно. Здесь пошёл захват. Есть немножко денег. Можно попытаться кого-нибудь привлечь. Да, вон, можно. Так, а ещё же нужно подкрепление смотреть. Войнах очков 530. Но я всё равно проиграю, потому что такое количество очков тут не прокатит. Так, ничего не устанавливается. Тоже я не до конца понимаю. Потому что я нажимал раньше, добавлялся плюс один. Эти маршевые роты, которые устанавливаются здесь. Сейчас вообще ничего не сжимается. Ладно, едем в следующий ход. Сейчас посмотрим, форт крейг возьмём или нет. Видите, остались, а те ещё не подошли. Блин, пять сотен. Шесть сотен. Шесть сотен. Пришла наша армия сибли и победила. Наконец-то. Наконец-то победила. Ура. Схватили форт крейг. Так, а тут что за поражение? 1200 против 300 индейцев. Фигня какая. Так, снова победили. Отбив кавалерию. Под фортом крейг. И снова проиграли Adobe Walls. Во сколько тут народу-то? Вы что такие? 450. Народа до хрена было. Ну, стой, сиди тут тогда. Бороняйся. Так, там опять захватывают форты эти. Продолжаем их преследовать. Тут регион захватили. Переходим в следующий. Тут регион пока не захватили. Ждём. Здесь строится одна бригадка маленькая. Здесь... Здесь вообще ничего не строится. Так, но это мы нападали моим. Он отступил. Форт крейг взяли, но форт крейг там не упёрся. Здесь пошёл захват. Здесь выдвинулись, видимо, индейцев. Ушки укатили в Санта-Фе. Не знаю, может быть... Догонять его к обе, а может быть и не догонять. Он возьмёт форт этот, но как бы нам этот форт нафиг не упал. Мы можем по вот этой дороге обходить по этому краю. Там этой дорогой не так принципиально. Этот форт вообще нафиг не упал. Эти его отбивать смысла нет никакого. Ну, сейчас можем ещё призвать войска. Так, ещё кава. Полченцы. Лёгкая пехота. А, нет, это тоже полченцы. Ну, берём каву тогда. Берём всё. Всё, что можно взять, хватаем. Есть. Набрал бойцов. Ну, вопрос только с армией Сибрича делать. Либо гнать туда наверх. На Санта-Фил. Погнали, на Санта-Фил возьмём. Хотя он, конечно, вернётся, заберёт свой форт. Как бы фиг с ним. Чтобы льбу Керки не забрал. Санта-Фил в осаде индейцами насаждается. Ну, и мы сейчас подойдём тоже. Попробуем цапнуть. 13 дней как раз за один ход это всё произойдёт. Погнали. Форт Крэйк сжечь нельзя, интересно? Вернулся за фортом своим. Садил, кстати. Садил, что-то сразу не забрал. Там же людей нету. Странно. Так, пришли. Санта-Фил взяли. Отлично. Там тоже людей не было. Значит, сразу бежим на Вегас тогда, я думаю. Чё тут стесняться? Не надо стесняться. Кто охраняет? А, гарнизон. Понятно. Они нас осадили. И тут они вылезли, да? Так, сдавай-ка кавалерия. Вдарь вон туда. Ты захватываешь, ты пока захватываешь. Там чего? Валите куда-нибудь. Хотя бы вон, форт Шерман. 58 дней? Что нафиг? 30 дней. А, зима наступила. Тут уступила зима. Ну, вы тут офигеете о тактах в холодах. Вы тут и не восстановите. Ничего. Ладно, смотрим дальше. Форт Крэйк в одном. Там забрали Санта-Фе. Когда вообще закончится игра? Тут же 23 ход было на всё про всё. Февраль. Февраль начало. Год-то какой. Февраль начало. Следующий уже закончится или нет? Национальный дух 114. Надо 150 для победы. Список целей. Лос-Анджелес, Денвер, Вирджиния. Ну, я три города захватил у него уже. Причём... Не вижу Санта-Фе. А, вот вижу Санта-Фе. В любом случае, я играл в другую компанию. Там, несмотря на захват стратегической цели, если у компа было больше военных очков, то он победил. Поэтому сейчас у него больше военных очков. Он, скорее всего, победит. Я просто хочу до конца уже доиграть. И тут не влазит год. Поэтому непонятно, будет следующий или нет. Ну, ладно, декабрь. Если тут осталось два хода, сейчас тогда и закончим. Потому что на следующую серию всё равно будет мало. Идём тогда... Гасим индейцев сначала. Потом идём на Лас-Вегас. А может быть и нет. Может быть и сразу даже. Бежать на Лас-Вегас. Охраняете, стоите. Делайте это правильно тогда. В домике сидите. Всё, в домике засунули. Коперхеды. Бегите вон туда. Захватывайте регион. Ладно, сейчас выбьем вот этих индейцев. Потому что я боюсь, они потом захватят просто. Если я уйду на Вегас. А в следующий ход пойдём уже брать Вегас. Хотя, наверное, декабрь. Начало, конец декабря. Где-то четыре хода, наверное, осталось. Я не уверен до конца. Индейцы отступили от Санта-Фе. И пошли на Альбукерке, да? Так, и этот пришёл тоже на Валенсию. Нет, на Альбукерке пришёл. Форт не стал захватывать. Пошёл, захватил Альбукерке. Собака. Победам. Вот неудобно, что нельзя заденуть вот эту штуку. Потому что из Сокора я в душе не знаю где. У меня сейчас придётся смотреть. Ну ладно, 1200, минус 0. А у них 2700, они отступили где-то... Где-то там, не знает. Вот это, наверное, вот они, да? Продолжаем тогда их преследовать. Туда, бежим за ними. Тем более там Форт Крейг, который брать не стали. Альбукерке. Свободить Альбукерке или что? Или Вегас? Вегас Мора. Так, он, я вижу, припасы едут. Перехвати. Здесь район захватили, двигайся дальше. Там всё вымерзло. Юниты появились какие-то, да, ну, кстати, Юниты, полно. Объединяем всё это дело. И побежали. Вон за индейцами побежали. За индейцами туда-наверх дальше тоже, как и все остальные. Так, ну что, берём Альбукерке. Блин, через реку атаковать придётся. Не очень, не очень хорошо всё это. Можно вот этого пока выгасить. Можно взять Вегас. Хотя Вегас не стратегическая цель, Мора стратегическая цель. Ладно, атакуем через реку. Фиг с тобой. Идь. И что-то поменялось. Я смотрю, на оборону у меня. Победили каких-то. В Гваделупе здесь пошёл замес ничья. 960 на 1300. Ну, я бы назвал это Победой. Так, тут снова индейцы шебуршат. Победа. Вот теперь точно Победа. Это снова в Гваделупе где-то. Это вон там было. И отступает он всеми войсками своими. Конец декабря. Начало января. Но я поздравляю, что тут три хода до конца игры. Тут. Тут идём. Тут выбили их. Хватай кавалерию. Кавалерию. Артиллерию, если догонишь. Тут не знаю, захватили или нет. Вроде должны были. Так, иди в атаку. Отбиваем от Букерки. Так, эти на Вегас отправим Коперхедов. И поможем им. Отправим сюда кавалерию. Ещё на случай, если вот эти войдут. Перехватить их. Здесь снова пытаемся атаковать. Индейцы тоже там чудо шебуршат. Отступил он. Поражение. Хотя поражение у нас. Интересно, на 600. Вот чё так. А, в Вегасе не прокатило. Но там Коперхеды. Понятно, что это не такие силы. Хотя эти обошли, парни. Зараза. Хватай. Хватай пушки. 33 дня. Чё так? Через одну клетку. Нет, этот вернулся. Вроде он вышел. Но нет. Пробуем ещё раз его засыпать тогда. Ты захватываешь здесь. Санта-Феа у нас. Тут пока захват идёт. Тут 11 дней. Можно новых бойцов вызвать. Чё ещё? Давай, давай. Тащи, тащи всё, что тащится. А, кстати, я в Валенсии могу сразу вызывать. Этот я прощёлкал момент. Надо было, конечно, здесь вызывать. Но уже навызывал, поэтому ладно. Я жду опять здесь битву. Жду захвата вот этих пушек. И жду там захвата. Январь. Ну, я думаю, что сейчас два хода, наверное. Победа. Какого-то прищучили. Победа. Ещё кого-то прищучили. Но наконец-то начали хоть побеждать. Наконец-то начали хоть делать. Примерно то, что я им говорю. Немало пришлось поразбираться в этом. Опять же, без комментариев я бы в этом не разобрался. Что говорит о том, что интерфейс в игре не очень качественный. Если без сторонней помощи, без документации, невозможно понять, как в игру играть. Но в целом сейчас вроде уже процесс пошёл. И поражение по очкам. О чём я и говорил. Несмотря на то, что я позахватывал некоторые города. Написано, что никто не добился поставленных целей, но противник набрал больше военных очков. Но я уже говорил, что там, где я захватывал цели необходимые, всё равно по военным очкам тут считается. И, собственно, это вообще под сомнение ставит участие моё в компании. Потому что будешь компанию тянуть-тянуть, долбать-долбать, потом военных очков окажется больше у компа. И проиграешь, несмотря ни на что. Это не очень логично, на мой взгляд. Так что ладно. Но, может быть, теперь, когда я закончил с этой игрой, поиграю в Grand Tactician. Потому что, в общем и целом, несмотря на теоретически глубокие механики, теоретически максимальную проработанность, точность и всё остальное, в целом, так себе впечатление от игры. Даже несмотря на то, что в этой серии, наконец-то, они стали делать то, что я хочу. Они, наконец-то, стали побеждать. Потому что они до этого всё время проигрывали у меня. Хоть что-то сделай. Всё равно вот эти вот битвы, которые закрывают всю карту, непонятно, где они происходят. Нужно потом лазить, искать. А тут маленькая ещё карта. А когда карта вся страна, ты заколебёшься скакать, чтобы понять, где что произошло. В общем, не очень, не очень. Но, может быть, когда-нибудь я ещё в неё вернусь. Хотя сейчас в планах поиграть во что-то более масштабное. Например, в Command Modern Operations. Так что подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить прохождение разных других стратегий. А может быть, даже и этой когда-нибудь снова. Спасибо за просмотр и пока.